здравствуйте ребята сегодня у нас второй урок 9 класс химия тема сегодняшнего нашего урока железо металлургия применение металлов и сплавов и так цели урока вы рассмотрите строение атома железа рассмотрите распространение железа в природе и его биологическую роль в жизни человека и растений изучите получение и химические свойства железа рассмотрите понятие металлургии получение чугуна и стали и рассмотрите понятие о сплавах их применение и так железо является одним из самых распространенных элементов он занимает четвертое место по своей распространенности уступая только кислороду кремнию и алюминию то есть он занимает четвертое место в мире земной коре содержание железа составляет пять целых одна десятая процента и очень много железа находится в небесных телах совсем недавно в образцах лунного грунта было обнаружено было обнаружено железо причем находящиеся не окисленном состоянии и так каково же строение железа железо у нас находится в восьмой группе побочной подгруппе это до элемент основные степени окисления которого плюс 2 и плюс 3 порядковый номер железа является 26 это означает что заряд ядра железа составляет плюс 26 и всего электронов имеет тоже 26 на последнем энергетическом уровне железо имеет два электрона и предпоследний уровень не завершен предпоследний уровень имеет 14 электронов и так как я сказала железо имеет четвертое место по распространенности и основными железными рудами является магнитит магнитный железняк с двумя оксидами это феррум 2 феррум 2 у 3 и феррум у в которые в совокупе имеют одну форму феррум 3 и 4 эта руда содержит около 72 процентов железа гематит это чистый оксид железа 3 который содержит 65 процентов железа и перед серный колчадан это феррум с 2 из которого как раз таки получается приводится примеры при получении железа в школьном курсе химии какова же биологическая роль железа в организме человека в организме взрослого человека железо в чистом виде составляет около трех грамм и 85 процентов этого железа соединено и образует гемоглобин который отвечает за транспортировку кислорода в мозг человека и выведение углекислого газа это своеобразная тележечка куда прикрепляется кислород вдыхаемый человеком переносится переносится по по всем потокам кровеносным сосудам и далее выводится уже отработанный углекислый газ из организма человека для растений железо тоже является является очень важным дело в том что вся зеленая окраска растений она как раз таки является следствием наличия ионов железа в растениях и было замечено что если растение не имеет этих ионов то листики оказываются бела белого цвета и так получение железа получение железа это основное для всего человечества и получение железа было наложено человеком уже очень давно существует несколько восстановителей которые получаются из оксида железа это может быть и оксид железа 2 и оксид железа 3 и смешанный оксид если это будет перед то производится обязательно предварительный обжиг этой руды до образования оксида восстановителями могут выступать чистый уголь это высококачественный кокс это может быть сильный восстановитель оксид углерода 2 и это может быть водород рассмотрим химические свойства железа на воздухе железо легко окисляется в присутствии влаги то есть если поставить железный забор на улицу не защитив его какой-либо окраской то через какое-то время железный забор начинает ржаветь с образованием гидроксида железа 3 то есть кислород и и вода влага которая присутствует в воздухе делать свое дело с образованием ржавчины накаленная железная проволока горит в кислороде была образуя окалина окалина это смешанный оксид оксид железа 2 и оксид железа 3 которые в совокупе приводится как соединение феррум 3 о 4 вещество черного цвета при высокой температуре около 700 700 900 градусов железо реагирует с парами воды но в отличие от щелочных и щелочноземельных металлов железо не является таким активным как как эти металлы поэтому при взаимодействии с водой он образует именно этот оксид с неметаллами железо реагирует при нагревании по 10 у вас приведены в взаимо уравнение взаимодействия с бромом и серой оба реагируют при температуре причем с галогенами железо проявляет степень окисления плюс 3 и здесь приведена формула феррум бром 3 если же это будет хлор то образуется точно такое же соединение со свалентностью железа 3 а вот сера является не таким сильным окислителем для железа и поэтому здесь железо проявляет степень окисления плюс 2 образуется обычно сульфид железа феррум с железо вытесняет металлы стоящие правее его в ряду напряжений из раствора солей то есть вытесняет более активным вытесняет менее активный металл из растворов их солей железо легко растворяется соляной в соляной кислот и в соляной кислоте и в других разбавленных кислотах например в серны при обычных условиях при этом образуется обычный обычная соль с валентностью железа плюс 2 и выделяется водород в при обычных условиях при комнатной температуре в концентрированной серной и азотной кислоте железо точно также пассивируют как и алюминий для того чтобы прям прошла реакция с концентрированной серной или концентрированной азотной кислотой необходимо нагреть раз эти растворы тогда реакция идет с образованием других газов этом будет оксид серы 4 и оксид азота 4 су 2 и 2 понятия о металлургии металлургия это наука о промышленных способов получения металла метару всю металлургию разделили на две части это черная металлургии и цветна металлургия чёрная металлургия это вся металлургия связаны с железом его сплавами цветами металлургии itu это металлы и их сплавы всех всех остальных металлов и так давайте рассмотрим производство чугуна. Немного исторической справки. Впервые чугун был как бы изобретен, получен в Китае в 10 веке. Именно им принадлежит это достижение. И уже в 11 веке они поместили огромный шпиль из чугуна на купол пагоды. Итак, как же у нас получается чугун? На картинке приведена доменная печь. То есть производство или варка чугуна происходит в доменной печи. Причем печь имеет трапециевидное строение. Потому что это связано с потоками воздуха, потоками газов, которые будут циркулировать в доменной печи. Сверху имеется загрузочное устройство, куда засыпается куда засыпается оксид железа оксид железа вместе с коксом. В самой доменной печи будет очень высокая температура. Причем по мере того, как будет падать руда вместе с коксом, происходит много химических реакций восстановления оксида железа через оксиды железа 3, оксид железа 2 и восстановление его до чистого железа. Так как в природе у нас ничего идеального нету, а руда содержит в себе какие-то примеси, то также в доменную печь добавляют раскислители, которые разжижают эти примеси и дают реакцию с образующимся оксидом, переводя их в жидко-окисленное состояние и при этом образуется шлак. И уже по мере того, как все это упало вниз доменной печи, в самом низу образуется чугун и сверху образуется шлак. Он гораздо легче и плотность его меньше, и поэтому причем это очень удобно, потому что это не позволяет окислиться образующим оси чугуну. И поэтому шлаковая ледка выливается сверху, а ледка для чугуна дает право выделить чугун в расплавленном состоянии, немного ниже с другой стороны. Что же вообще такое чугун? Чугун это вообще-то сплав чистого железа вместе с углеродом. Причем содержание углерода в чугуне варьируется от 2,14% до 4,5%. Чугун существует белый передельный, из которого получают сталь и серый. Что же хотелось мне сказать о чугуне, о его свойствах. Это замечательный сплав. Особенность его составляет в том, что при застывании чугун немного расширяется, и это позволяет делать из чугуна совершенно необычные искусства, статуэтки в искусстве, потому что скульпторы его достаточно хорошо оценили, потому что если допустим из чугуна льется какая-то статуэтка, где имеется вот очень такие узкие канальца или пальчики статуэтки, скульптор абсолютно не боится того, что образуется какая-то не передержка или изъян, и потому что при застывании чугуна чугун расширится и заполнит все поры. Из чугуна также делается гири, потому что это достаточно тяжелый сплав или чугунные сковородки, которые так оценили домохозяйки. Причем ими надо пользоваться правильно. После применения чугунную сковороду надо вымыть, очень насухо выстерить и, допустим, смазать масло для того, чтобы прекратить доступ к воздуху, для того, чтобы чугунная сковорода не окислилась. Производство стали до 2008 года в мире производство стали варилось тремя способами. Первый это способ мартеновский, второй бессимировский и третий кислородно-конверторный способ. После кризиса 2008 года в мире мартеновский способ изжил себя, потому что именно этим способом производство стали варится в течение 12 часов. Да, сталь, конечно, получилась очень высококачественная, но это не позволило в ускоряющихся темпах развития человечества варить сталь так долго. Поэтому мартеновский способ себя изжил. И производство стали сейчас по всему миру извлекается, варится кислородно-конверторным способом. Что для этого надо? Производство стали кислородно-конверторным способом происходит вот в таких вот печах в формах. Значит, туда заливается чугун, белый передельный чугун, отправляется металлолом, который содержит некоторое количество допустим ржавчины. В чем заключается варка стали из чугуна? Дело в том, что в чугуне находится еще какое-то количество примесей. и углерода. В стали содержание углерода должно быть до 2,14%. Поэтому его каким-то образом надо будет удалить. Плюс еще надо удалить примеси фосфора, серы до практически минимального состояния. Поэтому сверху через определенную трубу подается воздух, обогащенный кислородом. И при очень высокой температуре происходит вываривание угля, фосфора, серы и каких-то других примесей. При опрокидывании вот этой формы происходит сначала, вы можете обратить на рисунки 3, сначала выливается шлак, который выгорел при обработке при варке чугуна. И на рисунке 4 из другого отверстия идет выливание уже сварившейся стали. Причем хотелось бы отметить о том, что варка стали кислородно-конверторным способом происходит в течение 50 минут. Итак, сплавы и их применение. Кроме того, что мы поговорили о черной металлургии, мне хотелось бы отметить те сплавы, которые мы очень часто встречаем. Например, дюралюминий. Дюралюминий был изобретен в Германии немецким инженером-химиком в 1903 году. Поскольку как раз в это время только шла разработка самолетов, немецкий ученый-химик инженер попытался, так как этот элемент металл достаточно легкий, но дело в том, что его пластичность не позволяет, то есть имеет некоторые, ну, пластичность в этом случае имеет некоторые недостатки. И он решил сделать как раз вот этот вот сплав. Он смешал алюминий с медью и кременем и получил очень легкий сплав, который как раз таки используется в авиастроении. После изобретения этого сплава авиапроизводство возросло в два, а то и в три раза. Кроме того, вот этот вот сплав дюралюминий, он применяется не только в самолетостроении, но и в судостроении. Этот сплав достаточно интересный и он очень благородный, потому что дюралюминий используется не только в судо и авиастроении. У нас у всех есть и какая-то посуда связанная с алюминием. Следующий сплав это латун. Это сплав меди и цинка. Это твердый коррозионно устойчивый сплав. Он как раз таки применяется в тех изделиях, где требуется коррозионная устойчивость. очень интересный сплав бронзы, который известен человечеству очень давно. Скорее всего, вот этот вот сплав он это намеренно полученный сплав человеком, полученный человеком. Опять же, бронза это сплав меди в основном солово. Ну, это может быть, это классическая смесь. Но, возможно, и сочетание меди с алюминием, бериллием, кремнием и свинцом. Дело в том, что медь это достаточно мягкий металл, и делать из него какие-то изделия, которые мы бы использовали в быту, было бы не очень технично, потому что, опять же, повторюсь, медь это достаточно мягкий металл, и поэтому его укрепили с смешиванием с оловом и вот этими вот элементами алюминием, бериллием, кремнием и свинцом. Опять же, получился достаточно коррозионно устойчивый и придал меди определенную твердость. Поэтому изделия из бронзы, они используются, опять же, для изделий, которые требуют какой-то, кстати, имеется не только коррозионная устойчивость, но устойчивость к истиранию. Поэтому вот здесь на картинке изображены втулки, которые требуют механического, долгого механического истирания для его длительности срока службы. Ну и, наконец, этот вот этот сплав, конечно же, является очень красивым. Поэтому по всему миру это так же, как и чугун, нет, хотя надо сказать, что гораздо больше, потому что это красивый сплав. изготавляют различные предметы искусства. Итак, на этом все. Сейчас на экране вы видите домашнее задание. Вы можете ответить на данные вопросы письменно и затем показать своему учителю. На этом сегодняшний наш урок закончен. Встретимся в следующий раз. До свидания. До свидания.